здравствуйте дорогие братья и сестры в микрофон евгений кифоров я приветствую в студии сегодня у нас гость замечательный и очень интересный это михаил делягин здравствуйте приветствую председатель заместитель председателя комитета госдумы по экономической политике доктор экономических наук но вы его прекрасно знаете потому что он такой человек телевизионный медийный по крайней мере очень часто как эксперт появляется на самых разных площадках поэтому даже и представлять особенно не имеет смысла но все-таки наша площадка радуни же она очень специфическим и религиозное вещание поэтому я думаю и здесь мы откроем некоторые особенные стороны его знания его таланта михаил геннадьевич ну все-таки вот давайте по экономике раз уж действительно председатель комитета госдумы по экономической политике скажите пожалуйста во первых есть ли у нас толковая экономическая политика или это все решение принимается ситуационно вот начали санкции мы так сказать как отвечаем на них мы на санкции не отвечаем не не преувеличивать даже и здесь не отвечает практически не отвечает там были некоторые действительно судороги весной но дальше судорог дело не пошло но какая-то плановость какая-то есть целеполагание что ну как можно спросил председатель журналист из коммерсанта абсолютно либерального медиа абсолютно прозападного с моей точки зрения медиа спросил министр промышленности торговли мантурова дорогой товарищ а как вы относитесь к межстраслевому балансу но межстраслевой баланс это как как отрасли влияют друг на друга и это показано в математической табличке и сразу видно какая отрасль у кого что потребляет и кому что дает это очень эффективная вещь между прочим дмитрий иванович медилей в свое время придумал первый раз а потом василий васильевич леонтьев когда уехал в америку в тридцатые годы за это получил нобелевскую премию вот и как вы относитесь к стратегическому планированию товарищ мантуров слов про межстраслевой баланс просто не понял может вероятно он никогда не слышал но есть такая особенность у человеческой психики когда человек слышат что-то непонятное он не воспринимает это вот если мир мне что-нибудь сказать на по древне японски то я это не восприму пришли пойму вот мантуров точно также не воспринял словами межстраслевой баланс потому что не понял когда его спросили про стратегическое планирование он стал рассказывать какой ужасный газ план и как газ план вызывал дефицит при советской власти хотя ну любой человек который чему-то учился знает что это не совсем так но очевидно таких людей у нас руководство государства не допускают после этого товарищ мантуров столовиться премьер что больше дурацких вопросов пошел на повышение что больше никто не смел задавать париж ну что же над печально и чтобы никто не смел как-то стыковать человека с реальностью вот вот про реальность иногда создается впечатление что наверх докладывают как раз какие-то не столько реальное положение дел сколько пожелания то есть доклады все такого льстивого характера это мое странное такое впечатление или что-то в этом есть правда какой-то ну я думаю что да потому что если бы докладывали хоть что-то имеющие хоть какое-то отношение к реальности то наберевная сидела бы не в руку не председателем банка россии она сидела бы совершенно другом месте хотя может быть в москве потому что как бы есть еще расследовать вот если бы наверно докладывать хоть что-то относящиеся к реальности но мантуров сидел бы не в кресле лица премьера как минимум за 10 человек который 10 лет уничтожал российскую промышленность вот как так получается как такие люди вообще оказывается в масте эти задачи государства как его создавали еще на излете советской власти еще при советском союзе начали 90 российскую государственность как я понимаю создавали для разграбления советского наследства советское наследство кончилось грабить больше нечего и сверхсмертность 21 года когда у нас умерло максимальное количество людей со времен войны это 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 подтверждает это доказывает но машинка то осталось она молотит по-прежнему как воровать то что что закончилось если при этом учитывать реальность для того чтобы продолжать воровать то чего уже физически нет единственный способ этим заниматься это реальность отрицать причем принципиально фундаментально последовательно на системном уровне вот многие этим занимаются на все не все навальный был не совсем прав когда громко кричал воры но не совсем не прав скажем так просто у него была чуть другая мотивация он как бы кричал пустите меня а тому есть на самом деле юридическое доказательство самый страшный из существующих законов это закон о госзакупках он прописан его писали в интересах воров как я понимаю потому что там официально заявлялось о презумпции добросовестности заказчика то есть предполагалось что чиновник которого раздает госзаказ он не хочет воровать он хочет быть честным и на этом строилось все при этом вообще-то говоря нормальное при правила закупки строится на презумпции недобросовестности заказчика так уж по хорошему сейчас законы нужны в ситуации когда люди несовершенны если люди совершенны если люди добросовестны им законы не нужны вот нам с вами не нужен никакой закон регулирующий нашу деятельность чтобы здесь встретиться и договориться что мы оба этого хотим нам обоим это интересно мы договорились себе всяких законов встретились закон нужен тогда когда хозяйственной особенно деятельности существует огромная сфера недобросовестности или потенциальной недобросовестности но как только между нами появляются деньги сразу возникает вопрос так а они чьи и в чьи карман их запихать запихнуть если один из нас человек верующий другой не очень то понятно как это будет большого противоречия не возникнет но если оба корыстно мотивированы тогда нужны закон то есть из когда официально заявлялось либералами из высшей школы экономики что закон о госзакупках прописан исходя из презумпции добросовестности заказчика то тем самым официально признавалось что он делался для коррупции что поскольку он делался криво то помимо стимулирования коррупции получала получилась еще дезорганизация всей сферы закупок но навальный он же был некоторое время с патриотами пытался его выгнали из яблока за так сказать определенный патриотизм и либералы к нему относились с большим недоверием его пригласили на обсуждение этого законопроекта тогда еще именно чтобы на него посмотреть и вот эту прописку прошел полностью то есть он придирался к мелочам но ни звука не издал про главный фундаментальный вопрос то есть когда я говорю что навальный кричал вор потому что не потому что он против воровства потому что его не допускали к кормушке то это не обвинение человека который находится в тюрьме а это констатация факта на основании его собственного поведения уже всеми забыт он не не звуком не звука не дал о том что ребята концепция вашего законопроекта исходно порочно потому что она исходит из коррупционных мотиваций но вы законодатель вам удается в думе что-то поправить отрихтовать этот закон или довести до сведения депутатов дальше общественности на что нужно здесь работать в нашей газдуме конституционное большинство принадлежит единой россии это из серии как фильме дмб ты видишь ты видишь кого-нибудь кто за них голосовал а они победили вот из этой же серии вот так что нас ждут безусловно очень большие будет потрясение потому что ситуация когда конституционное большинство принадлежит людям как представители которых например с трибуна рассказывает нам сейчас рассказывает знаете дорогие друзья бюджет эффективен те доходы которые в него заложены их в природе скорее всего не будет поэтому и нужно обязательно принять понимаете вот вот я чуть я чуть-чуть упрощаю его речь чуть-чуть упрощая он это выступал нет несколько раз я его процитировал близко к тексту вылескала шнение это все неправда бюджет не фиктивен я просто говорю что у нас 8 триллионов бюджетных денег записано а собрать его можно шесть с половиной вот вот понимаете вот как хотите так это сами вообще плевать некоторым из них какие звуки издавать стримы просто плевать в этой ситуации меньшинство а поскольку справедливая россия представляет интересы народа то во власти на меньшинстве вот может только как бы действовать ну маневрировать то есть если какой-то закон кто-то пишет хороший да чтобы закон прошел нужно пойти и внести его от представителей партии большинства сейчас например очень хороший закон подготовлен одним из наших депутатов противодействие травле в школе ну школа развалена и ситуация когда дети травят кого-нибудь одного ну дети в общем особенно когда у нас литература урезаны литературу больше не учат морали как советские годы дети кого-то травят и учителя знаете как плохие офицеры закрывают глаза не дедовщиной да еще используют ее как инструмент управления то же самое учителя им таку им удобнее этого не видеть но детей доводят до самоубийства или психику рушат это массовое явление потому что скажем даже у меня работает человек которого люто травили в школе и в общем не совсем от этого еще человек оправился до сих пор хотя там 22 года вот и этот законопроект разработали ну просто что ребята вот школа несет ответственность если закрывать на это глаза простая вещь для того чтобы она прошла нужно чтобы представители единой россии сказали это наш и вот значит это дело им дали и вот они жуют и они при этом еще и говорят что ребята нельзя никому никого показывать родительское сообщество слышать что что-то там сказать что-то сделала что-то собираются сделать естественно люди которые травмированы всеми этим безумными реформами не так сказать набрасываются на известного инициатора и в общем ничего не ничего не получается внятно объяснить но сейчас провели парламентские слушания значит разговаривали 6 полных часов 16 часов и за 10 часов вечера разговор уехал то есть было очень хорошо все 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 сказали всех всех услышали сидел тут же министерство просвещения который все брало на карандаш говорит так ребята вот эти ваши опасения это ерунда потому что мы уже делаем вот это вот это вот это для решения этой проблемы так а вот это вот ваши опасения мы про это не думали давайте мы это исправим то есть это очень хорошо организованная работа но как бы если вы хотите чтобы закон прошел нужно подарить вашим оппонентам сегодняшний ну да это уже искусство это уже да это уже тактика не стратегия но когда вот вы законодатель а чего приняли такой дебильный закон этому мы против голосовать еще так говоря ну кого же это интересует насчет дебильного закона это год назад силуанова спрашивают министра финансов а он действительно придумал совершенно безумную систему налогов из-за которой чуть не обанкротил всю нашу металлургию а это чё же такие дебильные законы вносите человек отвечает на голову глазу так я посоветовал с предпринимателями при этом накануне в коммерсанте выходят статьи в общем семь предпринимателей с которыми советовался они так сказать пофамильные это не предприниматель это конченая олигархи вы же не хотят они мне сказали какие какие они хотят вы же не хотите что я чтобы я выступал по сути дела против олигархов ну вот так они все-таки в силе олигархи да конечно конечно не определяют экономическую политику просто другие олигархи вот тогда такой вопрос но олигархи все-таки это не всегда плохо это нет это всегда плохо извините а олигархи это не крупный бизнес олигархи это предприниматель почему может быть районного уровня может быть мелкий это бизнесмен который критически значимую часть своей прибыли то есть от которой он не может отказаться получает за счет взаимодействия за счет связи с государством за счет влияния на государство то есть это олигарх в отличие от предприниматель предприниматель кто такой ага в обществе есть потребность я удовлетворяю эту потребность за это общество дает мне деньги вот это предприниматель что такое олигарх я влияю на государство искажаю его политику и за счет своего влияния на государство я получаю деньги причем не 20 копеек а те очень существенные для себя деньги без которых я уже не смогу не могу жить вот поэтому олигарх это всегда к сожалению плохо но если скакнем в другую сторону которая сейчас всех беспокоит более всего это украина конечно вот здесь влияние каких-то странных закулисных людей потому что многое из того что происходило за этот год явно что было мотивировано не военным вопрос а политики явно явно какие-то политические влияния сколько вы знаете случаев конфискации имущества территории российской федерации украинских олигархов которые поддерживали финансировали нацизм ни одного ни одного так наверное они не только украинские олигархи если их здесь не наказывают за оплачение нацизма логично ну как значит они говорит путин посадки где посадок мы не видим значит они влияют не только на украинское государство но и на российское государство и во многом определяют политику не только украинского но и российского государства логично но если бы они не влияли на российское государство их наверное за поддержку нацизма здесь бы наказали но просто на бытовом уровне даже не потому что они нацизм поддерживают, а просто они чужаки, они кому-то конкурента, значит, их надо съесть. Это первый вопрос. Хорошо. Второй вопрос. А вот стамбульские переговоры. Да, вот стамбульские переговоры. Которые организовывал товарищ Абрамович. Господи, а он-то при чем здесь? Так, а вот это вот второй вопрос. Но если человек организовывал переговоры, а потом нацистских убийц вывозил на собственном самолете, еще и каждому по айфончику подарил, за что они ему большое спасибо написали в соцсетях. И Российская Федерация до сих пор у него ничего здесь не конфисковала. Так кто хозяин России? Российское государство или господа олигархи? Вроде Абрамович. Это уж больно печально слушаться. Подождите, подождите. Я же вам не сказал ничего, что вы не знаете. Обратите внимание. Вы знаете про Абрамович? Вы знаете, что он организовывал переговоры сначала в Минске. Вы слышали все эти словословия, которым вы пели эти украинские государственные бандиты. Вы наверняка читали в соцсетях словословия, которые ему, то сказать, пели нацистские убийцы, обмен которых он организовал и так далее. Простите, пожалуйста. А товарищ Абрамович, один из крупнейших олигархов Российской Федерации до сих пор. Если он нацистских убийц спасает, причем я понимаю, ну, можно как бы осуществлять разного рода размены, но вот если вам вдруг придется вести какие-то переговоры и в ходе этих переговоров будут освобождены нацистские убийцы, то я сильно подозреваю, что ваше отношение к ним будет таковым, что они вам лично, по доброй воле, благодарности писать не будут в своих соцсетях. В теряющем восторге от того, как вы, так сказать, тепло и ласково с ними обходитесь. Потому что есть функция, а есть личные отношения. Да, я могу очень плохим людям делать хорошо, ну, в рамках своих обязанностей, но при этом я все равно буду к ним относиться строго определенным образом, и они это почувствуют. Но это же позор, как говорил Швондер в известном фильме. Ну, вот мы и дожили до времен, когда товарищ Швондер является для наших высших политических руководителей недостижимым моральным идеалом. Вернее, скажем так, недостижимой моральной высотой. Потому что определенное, как бы сказать, создание божье, ну, по религиозному тваре божье, они в высоту не стремятся, они в другую сторону стремятся. Да, картина более чем... В этом смысле, кто такой Медведчук? Вот это совершенно непонятно. Медведчук никто. Медведчук никто. В прямом смысле этого слова. Это человек, который, как я, это моя гипотеза, на Украине сел на пророссийскую повестку и пилил бабло, который ему сливали его подельники из Российской Федерации, воровал эти деньги. И когда он доворовался до полного разрушения всего, его посадили, вместо того, чтобы дать ему спокойно сгнить в тюрьме за те преступления, которые он совершил, потому что уничтожение русского мира на Украине это преступление, а он этим занимался, хуже Януковича, его подельники вытащили. Может быть, он даже им не так много и заплатил за это, может, вообще ничего не заплатил. Вот и все. Понимаете, ничтожность, она проявляется во всем. А Зеленский? Ну, сравните Швондера с Медведчуком, да? Ну, просто сравните. Понимаете, у Швондера, да, есть какие-то идеалы, они примитивные, они первобытные. Они мне категорически не нравятся. Он совершенно не культурный человек. Но он, понятно, что он делает, зачем он делает, у него есть внутренняя логика поведения. Да, она ущербна. Да, она вызвана и безграмотностью, и аморальностью. Но на фоне нынешнего высшего политического руководства России, ну, согласитесь, что это недостижимая моральная высота для них. Иметь свой взгляд. То просто представьте себе Швондера. Швондеру нужно решать судьбу Медведчука. У него была бы одна проблема. Тратить на него патрон или пусть так посидит. Все. А что такое Зеленский? Все же, вот я так, конечно, не слежу за этой повесткой политической и экономической, ну, потому что другие все-таки у нас приоритеты. Глядя на то, что он делает, похоже, что он все-таки решает проблемы с коррупцией в какой-то степени украинской. По крайней мере, он одного убрал, другого убрал, таких одиозных совершенно людей. Зеленский — это трагедия. Серия не в своей сани. Что случилось с Зеленским? То, что случалось много раз у нас и с мэрами, и с губернаторами, человек шел вторым номером. Его использовали, чтобы напугать, олигархи использовали, чтобы напугать своего оппонента и сторговаться с оппонентом за его счет. Но негодование людей оказалось таким, что он, его вынесло в президенты. Ну, когда увидели, что его можно сделать президентом, его тогда и сделали. Потому что тогда вот накачка его завершающей избирательной кампании, она была уже не под расторговку, она была уже под президентством. И человек хороший актер. Очень хороший. Может быть, там близок к гениальности, детали. Но он совершенно не политик. Он не проходил, так сказать, подготовку. Ну, не подготовку, но как бы житейскую обкатку. Он блестящий, легкий, виртуозный, поверхностный. Но он чем-то напоминает Бориса Немцова. Поверхность. Блеском и поверхностью. И дальше он оказался в ситуации, когда политик это человек, который балансирует интересы, если у него властью. Поэтому все не любят, потому что каждый, чьи интересы он балансирует, этот интерес удовлетворяется не полностью. Нужно честь еще чьи-то интересы. И он четко и однозначно поставил на Запад, как наши либералы ставили, потому что Запад это более цивилизованная и более понятная и более богатая сила, чем украинские олигархи. И его задача, под которую его Запад перекупил у Коломойского, ну, перекупил в широком смысле слово, безопасностью в том числе, была зачистка олигархов украинских. И он об этом не стесняясь говорил, что мы сейчас, ну, другими словами, мы сейчас зачистим это быдло и запустим цивилизованные европейские корпорации. Значит, цивилизованные европейские корпорации зашли генетически модифицированными, ну, они зашли до него, но они взяли все, или почти все, которые травят землю генетически модифицированными препаратами. Да, никто не занимался развитием, потому что это колония, из нее нужно просто все вывести вплоть до чернозема нужно вывести в Германию. И так далее. Надо сказать, что никаких признаков недовольства этим товарищ Зеленский не проявлял. А дальше на Западе тоже есть разные фракции. Его взяли под контроль англичане очень жестко, вплоть до физического контроля, может быть, до психического контроля при помощи веществ. Это несложно. То есть, это не слухи, это что-то близкое к правде. Ну, если вы посмотрите десяток его выступлений этого года и десяток его выступлений, скажем, 19-го года, вы увидите двух разных человек. Причем, понятно, что когда идут боевые действия, то меняется психика, потому что вы принимаете решение о... Вы посылаете людей на смерть, и знаете. Они этого не знают, а вы знаете. Но это изменение более глубокое, это вещество. Понятно, что когда мы там шутим насчет кокаина и всего остального, это слишком просто, потому что глубокое управление человеческой личностью при образовании человеческой личности это более сложные вещества, более сложные процедуры. То есть, это скорее МК-Ультра и так далее. Надо сказать, что личность была не из тех, с которыми нужно сложно возиться, чтобы когда трансформировать, но это контроль. Английский, очень интересно смотреть за англо-американскими ссорами по поводу контроля за Зеленским и происходящим на Украине. Иногда это выглядит смешно, иногда не очень. Но это все лирика. Это человек, который из корости, я месяца через два после своего избрания, он сказал в узком кругу, что единственная моя цель это прожить еще четыре месяца. Там будет видно. Он ту цель выполнил. Но это вот из тщеславия человек влез не в свои сани и себя искалечил и страну свою ничтожил. Ничтожил все это? Конечно, ничтожил. Конечно, потому что даже при Порошенко Украина как-то, ну, хоть на 70% себя кормила. Сейчас она кормит себя на 30%. Остальное все это гранты американские. И западные. При этом, как я понимаю, есть в военных действиях тактика, есть в военных действиях стратегия. И очень часто, что тактическое поражение является стратегической победой. Я не говорю, что мы действуем осмысленно, но большие общественные организмы, они действуют осмысленно, и этот смысл очень часто не видят, при плохом управлении, не видят участники этих процессов. Я очень хорошо помню, я это впервые увидел, нас в 95-м году, я видел какую-то безумно красивую комбинацию, уже забыл какую, которую разыграл тогдашний Центробанк. Я посоверил своему, так сказать, хорошему знакомому, который тогда был зампредом Центробанка, и выразил восторг этим, о том, что это должно было быть в его сфере. Он сказал, слушай, это, конечно, хорошо, что мы такие умные, но я об этом ничего не слышал. Я стал искать, кто же это организовал. Я не нашел. Это вот большая организация, это сделала сама, а исполнил, ну, есть коллективный разум, а исполнители этого не видели, даже исполнители в роли начальников. Что делаем мы сейчас? Деноцификация это преобразование человеческой души, на самом деле, ее здравление. И, как бы, человек несовершенен, и, к сожалению, не на самом деле деноцификация это для Украины, для нас это делиберализация. С одной стороны, и очищение от людей, которые привыкли лгать и симулировать на высших уровнях госуправления с другой. Это процесс страшный, на самом деле. покаяния без лишения не бывает. Человек несовершенен, если у меня есть что пожрать, если я, так сказать, не буду говорить нецензурные поговорки, хорошо себя чувствую, то тяги к покаянию у меня, как правило, нет. Ну, у меня уже все хорошо, значит, боженька тем, что у меня все хорошо, подтверждает, что я делаю все правильно. Слава тебе, Боже. Даже если я при этом убиваю людей, душу их, и так далее. Значит, чтобы человек задумался о правильной я живу, он должен начать жить плохо, к сожалению. И вот затягивание процесса военных действий это приведение украинского общества к состоянию, когда оно начнет задумываться. Да и наше, может быть. Наши тоже. Наши тоже, но по-другому. Мы не понимаем, пока мы не разговариваем с украинскими беженцами, причем не с востока Украины, а с запада, как они живут на самом деле. У меня было несколько знакомых, которые здесь работали. Они, знаете, зачем уехали на заработки в Россию? В общем, они довольно враждебно к нам относились, но просто в Польше их вообще за людей не считали. И они, поработав в Польше, приехали сюда. Они работали за то, чтобы их бабушки оплачивали коммунальное хозяйство. Ну, их маму. Их маму. Ну, и жена с детьми. То есть, они здесь работали на коммуналку там. Это был, типа, 17-й, 18-й, 19-й год. Вот эти. Вот. На коммуналку, не на еду даже. На еду они как-то там перебивались сами. Огородик, кабанчик, слава богу, да, на Украине это много. А вот коммуналочка, это все, это конец. То есть, эта зима, нет, Украина эту зиму переживет. Безусловно. Но это будет крах повседневности полный. То есть? Ну, будет холодно, где-то будет голодно, несмотря на все. Это мы у себя переживаем, что вот смотрите, вот это вот производство сейчас сыпется по таким-то причинам, там сыпется все. Вот. Это усилит боевой потенциал украинской армии на самом деле, потому что, если единственное место, где можно поесть и можно согреться, это армия, то тогда большое количество людей придет не убивать русских, а придет просто поесть и погреться. Да уже сейчас стоят военкоматы, в очереди все хотят служить в армии, потому что просто действительно там тепло и сына. Уже сейчас, уже сейчас, и это будет продолжаться. Вот, но общество задумается, это фундаментально разный, народ задумается, да, общество, плохое слово, там уже нет общества, народ задумается, люди задумаются. Но они же зомбированы этим нацизмом до крайней степени. Это наше вина. Люди в такой состоянии могут вообще о чем-то думать? Нет. Вы знаете, сытая брюхо к учению глухо. Нет, я задумываюсь не в том смысле, что они задумываются о нравственности, да, это очень простой алгоритм. Если мне плохо, значит, я что-то делаю не так, что мне нужно делать, чтобы делать хорошо, да, раньше было пойти пограбить. В прямом смысле этого слова, там, в Киев ездили грабить в 2014 году, сразу после Майдана на Восток ездили грабить и так далее. Потому что все эти рассказы о том, как наши военные воруют унитазы, да, это же проекция себя на других. Когда вы выдумываете, вы выдумываете про себя. Наши-то просто не понимали, про что это, в принципе. если вам нужен унитаз, то купите за небольшие деньги и поставьте. Другое дело, что как бы есть места у нас, районы, где это считается не гигиеничным, их использование. Я это видел, когда, скажем, в вузах у нас, значит, стоит нормальный унитаз, потому что по плану к нему сделан деревянный помост. на самом деле с точки зрения медицины это действительно правильно. С точки зрения сугубой медицины. Вот, возвращаясь, у нас это примет другую форму. У нас это примет форму требования к власти. Ну, помните, у нас же, когда 8 месяцев, у нас власть говорила, ребята, не лезьте, это не ваше дело. Здесь работают специалисты, вы не имеете право задавать вопросы. Что отвечало общество? Да, блин, да, действительно, специалисты как-то неловко им задавать вопросы. Наверное, мы такие тупые, что мы ничего не понимаем. Сейчас мы что видим? Что специалистов нигде нету. Что нет даже специалистов по вранье. Они даже соврать не могут. Даже друг другу соврать не могут. Да, мы видим, что любой сержант, просто любой сержант советской армии, да и российской, тоже поставленный на место некоторых генералов, принимал бы более адекватные решения. Естественно, не всех, но некоторых, чем эти генералы. Ну, может быть, не все, но те, которые, так сказать, доступны широкой общественности. Мы видим, что разговор о том, что мы, десятилетнее накачивание военно-промышленного комплекса с деньгами породило пшику. Просто пшику. Мы видим, что вот этот вот агрессивный разговор о профессионализме это просто ложь, которую прикрывают в лучшем случае воровство. В лучшем случае. Но чем из-за? А очень часто они прикрывают просто дебилизм. Ну, вот Чемизов, к чему, к какой группе он относится? Дебилов ли, воров ли прямых, или просто бестолковых людей? Что это за личность такая? Потому что на него вешают невероятное количество всяких гадких домыслов. Я думаю, что когда на кого-то одного начинают вешать все домыслы, то это для того, чтобы не вешать эти домыслы на других. Это внутри видовая борьба. Ну, скажем, мы все знаем, что Чубайс вор, правда? Ну, это вообще в своем сознании очень твердо установлено. Это действительно так? Я думаю, что это так. Но, простите, пожалуйста, а вторую фамилию вы можете назвать? Такого же универсального, как Чубайс. Нет. Почему? Потому что эта тема разгонялась не только людьми, которых обворовывали, но и другими ворами, которым было очень выгодно, чтобы все смотрели на один жупел и не смотрели на него. И говорят, во всем виноват Чемезов. Очень хорошо. А как фамилия у нас вице-премьера ПВПК была Рогозин? А какая фамилия у нас следующая вице-премьера ПВПК была Борисов? А кто у нас еще занимается производством военной техники, кроме Чемезова? А кто у нас был руководитель министром промышленности и торговли? Мантуров? Да. Что-то эти фамилии сразу так хоп и рассосались. И не слышны. А кто у нас занимался высокими технологиями для военно-промышленного комплекса? Не один же Чемезов, там же еще наука работает. А я даже не назову, кто, я не вспомню. Нет, но все-таки, слушай, гиперзвук-то есть? Нет, подождите, гиперзвук есть. Калибр, как я понимаю, старая разработка, которая доведена. Нет, есть дикое количество всего. Тот же Ланцет, в конце концов. Это новое. Но согласитесь, что это недостаточно. Этого недостаточно, и мы видим, что это недостаточно. Почему наши авиации не выбамбливают железнодорожные сети, не выбамбливают мосты? Украина получила английские комплексы ПВО. А самолетов мы не производим. Если бы мы производили самолеты, ну, скажем так, в заметных количествах, мы могли бы рисковать потерей самолетов. В ситуации, когда мы производим считанное количество машин в год, да, мы их производим. Раз, два, три, сколько там? Ну, это военные тайны, сколько мы их производим? Но, понимаете, я думаю, что даже количество ракет, которые мы производим в месяц исчисляется, ну, я надеюсь, что мы производим их больше десятка, скажем так. Их можно посчитать. Я боюсь, что так. Хорошо, мы их производим три десятка месяца. Окей, мы каждый день производим по калибру, допустим. Может быть, два калибра. Понятно, что это недостаточно для ведения боевых действий настоящих. Кто об этом думал? Я же очень хорошо помню эту мантру. Это официально разъяснялось, что мы не запускаем оружие в серию. На самом деле, не запускали оружие в серию, потому что система образования убила трудовую мотивацию и невозможно найти рабочих инженеров. Им просто не позволяют появиться на уровне школы и вуза. А те, кто все-таки пробиваются, ну, есть фанатики, которые хотят это делать, им ставят зарплату, не знаю, сейчас сколько, ставили 27 тысяч зарплаты в месяц была в центре Макеева, которая делала ракеты, как я понимаю, нашего морского базирования. 27 тысяч они искали реальных людей на эту заработную плату. И, по-моему, до сих пор ищут на что-то подобное. Понятно, что на эти деньги жить невозможно, особенно на молодому специалисту. И все это, то есть это было целенаправленное уничтожение наших технологий. Запад сначала сформировал лекала, дальше воры всех мастей, просто деньги, которые выделялись государством, распихивали по карманам, а до людей, которые работают, доходило 27 тысяч. Так вот, и была официальная идея, что не надо делать оружие большими сериями, потому что мы его непрерывно совершенствуем. Как только вы оружие переводите в серию, оно сразу устревает. Просто потому, что его производство на это уходит время. Прогресс такой быстрый. Да, ну и отлично, мы видим, в результате мы видим, что мы воюем оружием там 40-х годов 20-го века, а то и 30-х, там до 30-ти, я не помню, какого-то года гаубица. Мы ей воюем. Мы ей воюем, понимаете? И украинцы ей воюют тоже. Мы видим танки Т-55, Т-60, по-моему, два, не помню точно номер. Т-64, по-моему, был очень неудачный, ну, я не специалист в этом. Вот. А где у нас танки Т-90? Есть, наверное, где-то. Это еще советский танк, это последний танк Советского Союза Т-90. Армата. Армата, вы знаете, показывали, показывали. В зоне боевых действий, показали Армату пару раз. Точно так же, вот этот вот, как ПАК-ФА, который Су там 50 какой-то, второй что ли, тоже его показали пару раз. Вот смотрите, вот он на самом деле летает. Правда, показали после того, как все, значит, неделю истерили, где все это, но они производятся в количестве, которое достаточно для музеев, как сказал один военный блогер. Вот, зашибись, ребята, а вы что-то планируете делать? Как только вы задаете вопрос, планируете ли вы делать, вот вам следует ответ от товарища Мантура, что любое планирование это дефицит и для нас абсолютно неприемлемо. Во вторую часть этой фразы я охотно верю. Что это значит? Это значит, что наше общество должно раскалиться не потому, что это хорошо, это плохо, да, но это логика больших систем, которые действуют помимо желаний участников процесса. Наше общество должно раскалиться до такой степени, что произошло оздоровление управляющей системой. По-хорошему или по-плохому, как повезет. Нет, здесь нет надежды, это процесс, другое дело, что в процессе оздоровления система может умереть, если оздоровление будет идти по-плохому. А то, знаете, мы такие сидим, говорят, ой, слушайте, мы в одну смуту выжили, мы в другую смуту выжили, мы в третью смуту выжили. Ребята, а кто вам гарантирует, что вы выживете в четвертую смуту? Просто объясните, на чем, кроме многократного повторения, основана ваша уверенность. Сидит такой деятель, говорит, знаете, на меня три раза подряд падал кирпич. Поэтому, если на меня упадет четвертый раз, я тоже точно станусь живой в здравом уме. Но это как, все равно, что эта история, конечно, героическая, с этим парнем, у которого кидали гранаты вот недавно. Да, успешно три просто. Это поразительная вещь. Просто Господь его как-то так покрывал. А теперь просто представьте, просто представьте себе, ребят, которые в аналогичной ситуации гранату откинуть не смогли. Нам нужны десятки тысяч беспилотников. Десятки тысяч. Сейчас, говорят, в Таджикистане развертывается производство. Почему? Ну, это же великая промышленная держава. Разве вы не знали Таджикистан? Потому что, как я понимаю, иранские коллеги, они понимают, что при Мантурове производить что-либо да ни было в России нельзя. И при Силуанове, и при Набюглене и так далее. То есть у нас сейчас развертывается производство по производству беспилотников или там по сборке беспилотников и так далее, но это под крылом государства. А чтобы зашел иностранный инвестор, ну, иностранный инвестор говорит, ну, я же не американец, вы же меня уничтожите по опыту. Зачем мне к вам соваться? Я вот в Таджикистане сделаю. У нас сейчас еще будет великая компьютерная держава Узбекистан. Я не утрирую. Потому что Узбекистан сделал в самой льготной в мире режим для айтишников. Но он видит, что в России айтишникам обещают, что если вам очень сильно повезет, и вы заполните два десятка правильных справок, в которых никто не может разобраться, особенно в инкум с похмелья разобраться у них не может. Вы же видели, как мобилизация прошла частично. Вот. Тогда мы вам дадим отсрочку. на неизвестный момент. Вот. Ну, а понимаете, что такое айтишник? А его бессмысленно использовать в качестве пехоты. А вот в качестве по профессии в армии лютый дефицит айтишников. Это абсолютно необходимо. Профессия. Но у нас же их не призывают в качестве айтишников. У нас, правда, научный рот даже создали. создали. Но айтишник, если бы айтишника, позвать искать, родной, смотри, вот те деньги, вот те задачи. Задача очень крутая. Никто еще в мире не решал. Его даже призывать не нужно. Он там ночевать будет перед этим компьютером, жрать не будет, спать не будет. Ну, решит задачу или не решит, это другой вопрос. конкурс, но никому же даже в голову не пришло так делать. Открытый конкурс для решения задач государственной. Но потом по ходу дела выяснится, что часть этих задач связана с оборонкой, с военными действиями. Ну, так выяснится и выяснится, и хорошо. Все эти военные игры это симуляторы в том числе для операторов-беспилотников. И что у нас агроманов вербуют в операторах-беспилотников? Там год назад я в одном колледже был, где готовят операторов-беспилотников. Мне, значит, страшно жаловались, что у них ни одного беспилотника нет. А вот так. А знаете, как Сверидов. У него одно время в РОНУ, не Сверидов, по-моему, все-таки, у него не было, один из наших великих музыкантов, у него не было рояля. Он расчертил на картоне и играл по картону. Но это один великий музыкант. А в Африке сейчас так учат работать, учат программировать, компьютера нет. Рисуют на картоне и там на деревяшке клавиатуру. Вот смотрите, если вы нажмете вот это, на экране будет вот это. Вот. Вот так их учили. Даже в колледже. Ну, я надеюсь, что сейчас вам хоть что-то подкинули. Очень надеюсь. Но, тем не менее, это реальная ситуация. Но какие-то все-таки положительные изменения-то есть? Нет, мы видим положительные изменения. Простите, мы видим, что у нас стало больше беспилотников. Мы видим, что у нас на типа седьмом месяце ведения боевых действий или восьмом завелось единое командование. Я-то думал, что просто засекречено. Но есть вещи, которые говорить не надо. Если есть вещи самые очевидные, все понимают, что нужно единое командование боевыми действиями. Наверное, оно есть, просто о нем никто не говорит. Ну, ладно, пес с вами. Вы же секретите все, что угодно. Ну, черт с вами. Ладно. Так выяснилось, что его и не было. Его и не было. И боевые действия семь месяцев велись по принципу семья, нигде тебя без глазу. Извините, у пяти нигде тебя без глазу. И хорошо завелось единое командование. А всех этих клоунов просто уволили, которые все это делали? Нет, многих и не уволили. Мне, значит, замминистра обороны по тылу, хотя министра обороны тоже до сих пор не уволили, не посадили даже. Такое вот удивительное явление природы. Начальника генерального штаба, который все это планировал, он тоже не только на свободе, он на должности до сих пор. Вот. Замминистра обороны мне пишет. Ну, если совместить с моим запросом, перевести на русский язык, российские солдаты должны воевать без трусов. Это как это? А вот так. Я обратился к нему по поводу того, что наши волонтеры были вынуждены покупать солдатам носки, трусы, белье и все остальное. Ну, вот буквально позавчера товарищ Путин сообщил как величайшую задачу, что оказывается воюющую армию нужно снабжать по нормам военного времени, а не мирного. Вы понимаете, у вас одно дело мирное время, когда у вас одни штаны на полгода, ну, двое штанов на полгода, хорошо, двое штанов на полгода. А другое дело, это военные действия, когда у вас этих штанов на минуту может хватить и вам одежда должны, и все должны выдавать по потребности. А у нас реально, у нас танкист горит в танке, его вылечивают, выписывают из госпиталя, а одеть его не во что, потому что его форма сгорела, а следующий комплект ему будет через 4 месяца. Положен, да? Да. По нормам мирного времени. А на него форма сгорела. Он в танке. Горел. Вот. И, значит, я все это пишу в запрос, естественно, в бюрократическом форме, получаю ответ, что все в порядке, все снабжение, армия обеспечивается в полном соответствии с потребностями. В переводе на русский. Если волонтеры вынуждены покупать военным трусы, они покупают трусы не потому, что им денег некуда дать, девать, и не потому, что военные этими трусами на ближайшие рынки потом торгуют. Нет. Может, их нет физически. И замминистра обороны отвечает, что все в порядке, то этот ответ переводится в следующем. По мнению Министерства обороны, российские военные должны воевать без трусов. Значит, этого деятеля увольняют в итоге. А он не сидит в тюрьме. Нет. Он работает, знаете кем? Он работает главным инспектором Министерства обороны и инспектирует ту самую сферу тыла, которую сам же успешно развалил. Простите, пожалуйста. Это у нас теперь педофилы детские сады будут инспектировать? Я правильно понимаю? Ну, вот, пожалуйста. Вот вам с одной стороны изменения к лучшему его таки уволили. Герой России, между прочим. Ну, это просто. Это как раз просто. Подводя итог, изменения к лучшему есть, но не достаточно. Вот меня и удивляет. Вот это как поразительно все-таки у нас результаты-то все-таки есть, и это не результаты какого-то разумного целеполагания, а какого-то вот такого системного решения, народного, внутреннего, совершенно иррационального, потому что при всем при том мы действуем на театре военных действий достаточно успешно. И мне кажется, что все-таки мы побеждаем каким-то образом. Или это тоже иллюзия моя? Мы от наступления перешли к обороне. После перехода к обороне мы уступили Изюм, мы уступили Блоклею, мы уступили Херсу. Мы сейчас уступаем Херсу. Да? С точки зрения сугубо военного действия, когда вы отдаете значимые куски, в том числе Российской Федерации, это сложно назвать победой. Помните, как машинистка Габи в 17 мгновениях весны печатала статью «Наши успехи неоспоримы». Ну вот, если посмотреть официальную пропагану, то возникает ощущение, что госпожа Габи на работе. Но при этом почему я говорил о стратегическом характере? В стратегическом характере просто в силу разницы потенциалах мы выигрываем. И именно поэтому истерика на Западе, именно поэтому мы отдаем Херсон и так далее. Может, Херсон все-таки тактические уступки? Ну, это все... Хочется верить, по крайней мере, в это. Ну, хочется верить. Хочется верить. Но мы тем самым решаемся возможности освобождения в обозримой перспективе Николаева и Одессу. Потому что форсирование Днепра, извините, извините, это очень сложно. Это большая потеря. И надо понимать, что за Одессу у нас Приднестровье. Если кому-то захочется устроить в России глубочайшее потрясение, это несложно. Нужно просто устроить резиню в Приднестровье. Румынская армия, украинские нацики, американская дивизия, эти плачущие орлы или кричащие переброшенные в Румынию. А там несколько сотен тысяч граждан Российской Федерации в Приднестровье. Бежать им некуда. В отличие от сербов в Хорватии или в Босфигерцоговине или даже сербов в Косово им некуда бежать. Они в блокаде. Вот. Так что я допускаю, что своей точки зрения выхода не было, потому что мобилизация это процесс очень медленный, потому что людей нужно учить, нужно слаживать. Когда людей мобилизованных, неподготовленных бросают в бой, мы все видели, к чему это ведет, причем ведет мгновенно и сразу. Вот. Но это сложно назвать победой при всем желании произносить соответствующие слова. Что касается тактики и стратегии. Ну, опять-таки, вот есть борьба общественных организмов. В мире нарастает глобальный кризис. Западу становится не до Украины. Западу становится не до нас. Итоги. Я все-таки боюсь, что демократы украдут выборы в США, что они все-таки не уступят Сенату. И тогда Байдену будет попроще. Но в любом случае главные проблемы становятся экономические. Да, они будут выкармливать свой военно-промышленный комплекс, для этого надо нас убивать. Но уже на то, чтобы поддерживать Украину, уже нет. Беда в другом. У нас полностью, у нашей тусовочки полностью отсутствует образ будущего. Раньше образ был простой. Украл, выпил, на Запад. А сейчас на Запад уже больше не работают. Украл, а дальше куда? А здесь народ сидит. Он может проснуться. Это все понимают. Так что у них раньше был образ будущего, в котором нельзя признаться вслуху. Сейчас у них просто нет образа будущего. А серьезный конфликт это всегда борьба между образами будущего. Люди же всегда выбирают будущее, не настоящее, не прошлое. Поэтому говорите, мы были великие, сто лет назад, это говорить ни о чем, это встрясать воздух. Мы говорим, ребята, мы дадим вам вот это, это и это. Украинский образ будущего умер. Это уже понятно. Это нам понятно, украинцам это станет понятно по итогам этой земли. Но в связи с этим, может быть, помогут ляхи-то? Зачем? Ну, по крайней мере, очистить как-то Украину от вот этих коррупционеров, от олигархов, которые... Нет. Ляхи могут помочь только в очистке Западной Украины от украинцев. В этом они помогут. Всегда готовы. Ну, точнее, не в очистке, потому что им нужны рабы, а от руководящих постов. В этом отношении товарищ Зеленский все сделал правильно. Разрешил гражданам Польши занимать руководящие должности. Аналогичная ситуация есть только в Молдове. Я думаю, что скоро президентом Украины станет гражданин Польши. Это будет в логике польско-украинских отношений это будет вполне разумно. Вот. Но но это не будет поддержкой в глазах украинского общества. А вообще, кто руководит миром? без конца говорят, Запад решил. Запад. Где этот Запад? Что это за Запад? Значит, если бы мировое правительство существовало, мы бы узнали об этом сразу, потому что в помещении, где они сидели, занесли бы термитную бомбочку. А может быть, и не термит, но ядерную. Конкурентов много. Миром очень долго управляла сеть глобальных финансовых спекулянтов. Это порядка там даже швейцарские биологи, экономистам эти деньги, такие исследования не спонсируют, экономистов за это очень жестоко наказывают, а это исследовали биологи, никто не сообразил. Это лаборатория, которая в Украине? Нет, нет, швейцарские биологи, с точки зрения экоциноза, взаимодействия разных видов внутривидовой конкуренции, они исследовали корпорации в мире. И они выявили ядро сначала из 1047, а потом просто из 47 инвестиционных фондов, которым принадлежит 40% мировой экономики, только то, что прослеживается, а есть еще то, что не прослеживается. И они сами принадлежат друг другу. Это спекулятивный финансовый капитал, который овладел миром с созданием нефтедолларов в период с 67 по 75 годы, и который правил миром до 2020 года. В 2020 году под прикрытием коронависия произошел переход от мира финансовых спекулянтов к миру цифровых социальных платформ, цифровых экосистем, как угодно можно называть. А сейчас происходит смена власти. Процесс очень мучительный, очень болезненный. Но в процессе перехода миром не правит никто. То есть, кто смел, кто-то съел. Если бы мы были чуть поэффективнее, то миром вполне мог бы управлять Владимир Владимирович Путин. Но пока ему приходится, если верить американской пропаганде, ограничиваться инфляцией в США. Это же была такая шуточка, что отправили главу избираком очередного на помощь американцам считать голоса. Ну, значит, по итогам подсчета 80% голосов на выборах президента США уверенно лидирует Владимир Владимирович. Да, ну так когда сейчас почитаешь американскую предвыборную рекламу, что инфляция Путина решит итог выборов, ну так и понимаешь, что в каждой шутке есть доля шутки. вот здесь возвращаясь к Путину, все-таки он гарант тут в самом широком смысле этого слова, ну, гарант нашего суверенитета, независимости, ну, порядочности какой-то, все-таки еще не полностью рвут страну-то эти олигархи и и воры опять-таки, хотя избавиться от них по природе невозможно, потому что часть человеческой природы. Нет, простите, часть человеческой природы безусловно, но эту часть человеческой природы можно довольно эффективно подавлять, как мы помним, по опыту советской власти. Можно подавлять жестоко, это ранний период советской власти, а можно подавлять все вполне гуманно, как там в поздний период советской власти, ну, естественно, до Горбачева. Вот, ну, гарант, наверное, да, наверное, гарант, только вопрос, а сколько времени не осталось с таким гарантией? — Знаешь, как я очень запомнил этот кадр по телевизору какой-то случайно показали. Молодой человек, совсем молодой, лет так 25, который чуть ли не со слезами на глазах говорил. — Владимир Владимирович, мы вам доверились. Пожалуйста, не обманите нас. Вот это желание, чтобы хотя бы не обманили нас те, кому мы доверились, вот это хочется. Мы потерпим это и то, и то, и то. Знаем, что и недостатки, что и бороться с этим мутренним врагом, с этой пятой колонной, чрезвычайно сложно. Но все же есть ли надежда на то, что можно кому-то апеллировать? — Нет, апеллировать можно. Причем даже я по депутатским запросам смотрю, на нас срабатывают самые неожиданные запросы. То есть, скажем, ну, в Москве, да, Собянин, Бордюринг, все остальное. И, значит, человек, которому, у которого доход на семью на 10 рублей выше прожиточного минимума. И он, соответственно, в тот момент, он, значит, лишался, не мог претендовать на пособие. Ну, а что за жизнь, вы понимаете? Он пишет, ну, я понимаю, что по закону не положено. Ну, слушайте, может, что-нибудь там придумаете? Я понимаю, что по закону не положено. Я отправляю в московскую мэрию, типа, ребята, посмотрите. Мне приходит ответ на четырех страницах. На трех страницах мне подробно, вдумчиво пережевывается в трех с половиной страницах, что вот по этим, по всем законам, человек не имеет права претендовать вообще ни на что, и пошел ты нафиг. Последний абзац. Но, учитывая сложные житейские обстоятельства, в порядке исключения, мы, значит, такую-то пособие ему выписываем. Тоже крошечные, но тем не менее. Сейчас история в Тульской области. Ну, там следы Чернобыля очень сильные. И там радиация частично вымывается, частично уходит. Ну, и, соответственно, жили люди в поселке, в чернобыльской зоне, получали льготы, пришли, значит, исследователи, померили радиацию. Так, ребят, у вас радиация окончилась, льготы снимают. Пошли нахрен. А люди-то привыкли, а работы нету, а денег нету, и как жить? А как жить? А данные объективного контроля, вот они, пожалуйста. Но я пишу Мишустину, что, товарищ, это же не только в Тульской области проблема, это реально проблема по стране. И, ну, я понимаю, конечно, что там могут быть данные объективного контроля, радиации там уже меньше, но, может, что-то можно придумать? Ответ. Тоже. Подробное объяснение того, почему я дурак, вообще, как бы, ну, данные объективного контроля, ну, что вы хотите? Последний абзац. Но в связи со сложной социально-экономической ситуацией мы, значит, в этом году льготы снимать не будем. Потому что поставление правительства уже было готово, уже завизировано. Ну, не в 7 месяц, так частично было завизировано. Вот. И они говорят, не, все, ладно, мы не будем снимать льготы в этом году. Может, врут, конечно, посмотрим. Слушай, вот, слава богу, что приходится нам заканчивать нашу сегодняшнюю программу, все-таки на такой оптимистической ноте был положительный. Вот частичная мобилизация, да. Ну, мы все понимаем, как это происходило. В Пензенской области мобилизовали пулеметчиком. Человек мало того, что трое детей, мало того, что он полный букет заболеваний, у него нет указательного пальца правой руки. Ему нечем нажимать на курок. Причем, значит, ловят главного военкома Пензенской области, говорят, вот вам фотография, вы его мобилизовали пулеметчиком. Как вы это можете прокомментировать? Подождите, медицинская комиссия есть? Есть. Медицинская комиссия признала его годным пулеметчиком? Признала. Ну, а чего ко мне-то это самое? Предстаете? Таким он прав. Рядом стоит областной прокурор. Значит, люди к нему, вот фотография, как вы на это... А в чем проблема-то? Если медицинская комиссия сказала, что это пулеметчик, значит, пулеметчик. Что меня интересует? Вы ко мне здесь при чем? Вот. И вот в этих условиях, значит, мобилизовали, причем еще до выхода этой директивы генштаба, значит, человека из Воронежской области, даже не из райцентра. И там три-трое детей, там заболевания, ну все. Вот. Ну, жена пришла к военкому, а военком ей говорит, ребят, да, вышла такая директива генштаба, но там только в отношении тех, у кого жена умерла. Ну, умирайте, мы его вернем. Пошла нафиг отсюда. И она в полных расстройствах, чего, значит, мне пишет. Я это дело реализую. Ну и все, и он дома. Именно Вороной подключился, и бывший губернатор Воронежской области. Ну, слава богу. Понимаешь? Слава богу, что... То есть это срабатывает иногда. Что, как, кто это говорил, что несовершенство русских законов... Карамзин. Карамзин, да. Компенсируется необязательностью их исполнения. Нет, нет. Понимаете? То есть, с другой стороны... Удается что-то сделать. Удается как-то сделать. Человечность. Русской человечности все-таки мы продолжаем быть... Причем в самых неожиданных. Русские говорят. Самые неожиданные люди оказываются вполне русскими и человечными людьми. Значит, в Питере оборонный завод, 6 тысяч заводов. Ну, военком выписывают 800 повесток. Директор приглашает этого военкома к себе. Говорит, ну, я построю, сами выберите. Он приезжает. Его проводят в литейку. Говорит, родной, вот видишь вот литейка? При попадании твоей тушки в расплавленную сталь, качество этой стали только вырастет. Ну, это жестокая шутка. Ну, что ж, я не уверен, что это была шутка. Михаил, не дай бог, все же. Здесь человечность все-таки заканчивается. Почему? Итак, сегодня в нашей студии был Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике. Поэтому все, что говорилось о экономике, по крайней мере, это очень компетентно, а как доктор экономических наук, который мы давно знаем, как публицист знаменитый, который умеет излагать очень точно и образно то, что происходит сейчас в нашей стране. Я думаю, что, Михаил, вам удалось рассказать о положении дел так, что ясно и просто, не особенно упрощая, но вести ясно и просто, что многие, даже наши слушатели, которые являются любоцерковными, религиозными, и все-таки хотят верить в будущее, в нашу страну и в наше руководство, оно все же не все так скверно, как можно было подумать. Будем надеяться, что совесть русского человека проснется в ней генетически, по крайней мере, потому что она заложена Богом в каждого человека. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Я очень буду просить еще прийти к нам в студию. С удовольствием. И мы продолжим говорить, потому что я так чувствую, что тема у нас для бесед очень, к сожалению, таких к сожалению. Руководство нас поддержит и обеспечит нас животрепещущими темами для бесед. Я в этом не сомневаюсь. У нас доброе руководство. Храни Господь. Спасибо.